Мы продолжаем наши уроки, Таня, из самого начала. Мы закончили с прошлого урока, 12 главы начинаем, сейчас с 13 главы, на русский язычный перевод, 91 страница. После того, что мы учили в общем словам, кто такой есть Бейнони, сейчас в 13 главе, 14 главы, Ребе углубляется внутри устройства, душевное устройство Бейнони. В каком он состоянии. Поскольку у Бейнони тоже есть разных уровней по ее положению, по его поведению, человек вообще это не робот. Человек не робот. И он постоянно меняется. Написано в Мамар, Мамарим по поводу чувств. Чувства-то выше нестабильны. И поэтому иногда есть больше чувства, иногда меньше чувства. Логика, она стабильная. Может добавить знания или забить знания. Но это ровное состояние. А чувства бывают такими, бывают другими. Поэтому и Бейнони, когда мы говорим о его недвижном состоянии, его недвижном состоянии, это того, что никогда не нарушает ни одного из законов Тору, ни в действия, ни в речи, ни в мыслах, никогда. Это недвижное. В этом нет изменений. У него это всегда так, это данный. Это он такой человек. Почему он такой человек? Кто держит его и насчет чего? У него есть такой мощный сил себе удержать и нарушать законы Тору. Это меняется по состоянию душевное, которое у него появляется в этот день или в другой день. Как мы говорили уже в общим словам прошлого урока. И теперь это тема мы будем изучать в 13 главе. Парк Ют Гимал. Парк Ют Гимал. Убазэй Ювон. Лошэйн мээммэгазал. Типир, мипаймьйом. Парилажэнья, которые говорили мудрецов. Бэйноним. Зэ вэзэ шоифтон. Рэбэ цитировал еще в первой главе слова, которые написаны в Тальмуде, в трактат Брахот. О том, что праведник судит его кого? Я цартов. То есть божественная душа. Рэшаим, грешники, кто их судец. Так они выражают. Судец. Я царага. Я царага. Это животная душа. Это эмоциональная часть, которая находится в животной душе. Бэйноним. Средники. Зэ вэзэ шоифтон. Это и другой. Это и это. Их судец. Что это за выражением? Судец. Участвуют в принятые решения. Понятно. А что такое судец? Судец. В каком понимании судец? Рэбэ говорит, что это четко подбор слов. Пируш. Кто такой это и это судец? Пируш я цартой. Я царага. Мы говорим оба сторон. Дихсир. Как написано? Кия мой длиэмин эвьоин. Лоишия мишоифтой навшой. Откуда Талмуд взял вообще выражение судец? Написано в Танах. Что написано? Что всевышний мой. Всевышний мой. Я амойд. Он стоит. Лиэмин эвьоин. На помощь. Лиэмин. Лиэмин это право. Когда мы говорим. Стой рядом со мной. Или поддержи меня. Есть такое более литературное выражение. Которое написано много раз в Танах. В Библии. Лиэмин. Стоите направо мной. То есть направо это означает в моем поддержке. Да. Итого написано так. Ки я мой длиэмин эвьоин. Всевышний стоит направо. На помощь. Бедника. Эвьоин. Это бедный. Кто это за бедный? Божественная душа. Почему она бедная? Потому что у нее не все силы согрешат. Легущия. Спасать. Мишей втанавшей. Спасать ее от суда. Который судит ее. Что это означает? То есть Всевышний говорит нам. Я стою на вашей праву. На вашей стороне. Когда вы находитесь в месте определения. Суда. То есть. Вавилонского Тальмуда. Воспользовался. Выражением. Суда. Судец. Потому что. Это положение. Которое. Животная душа что-то хочет. И божественная душа. Спротивляется. Самая близкая. Притча. Похожая ситуация. Это когда находится. Во время суды. И Всевышний говорит. Я буду на ваше право. На вашей стороне стоять. Я помогу. Божественная душа победить. Я бы объяснял. Почему? Велой омру. Зе ве зе мой шлем хаз ва шона. Выражение не было. Вся Вишний стоит направо. Да. Один из королев. Мы же в девятой голове говорили. Что нашей жизни. Нашей телесной жизни. Духовной жизни. Похожа на маленький город. Который. Божественная душа. И животная душа. Борется. Кто будет царствовать. Вроде бы. Было бы красиво говорить. Что Всевышний поддерживает. Один из. Монархи. Который воюет на нашей. На наше. Владение. Кто будет нашей. Нашей. Держит. Держит нас. То есть. Владеть нас. Почему не. Вот так не выражается. Ки. Кши еш. Эйзо ишли тоумем. Шололи. Цароро. Биргтану. Афилол. Фи. Шокало. Некурошу. Бейсошу. Очень просто. Если мы. Назовем. Животная душа. Ецарора. Владелец. Что значит. Владелец. У него. Есть. Место. Где он. Удерживает. У себя. То есть. Человек. Грежит. Человек. Грежит. Если мы. Если мы. Скажем. Что. Есть тут два короля. То есть. Один король. У него есть. Определенно. Захваченная территория. Второй король. Другой. Захваченная территория. Каждый. Каждый. Из них. В своем. Территория. Ведет. Себе. В хозяйство. То есть. Если. У животной. Души. Есть. Хазайство. Что. Это. Означает. Ты. Грешный. Просто. Очень. Поэтому. У. Бейнони. У. Животная. Душа. Нет. Царства. У него. База. С рождением. В сердце. У него. Появляются. Мисли. В мозг. Да. Но. Вледение. Территорию. Он не получает. Это. Изгнанный. Монарх. Монарх. Бестерит. Творец. Он. Хочет. Ну. Хочет. То есть. У. Бейнони. У. 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 Как. Это. Называется. У. Крешни. Конечно. У. 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 Животная. Душа. И. Царства. Есть. Есть. База. Есть. Него. Он. Держит. Иногда. Какие-то. Победы. Одерживает. Какие-то. Победы. У. Бейнони. Поэтому. У. Бейнони. Это. Как. Судьи. Что. Что. Происходит. В. Судьи. Продъявляют. Мнение. Один. Судь. Говорит. Одно. Слова. Другой. Судьи. Говорит. Другой. Слово. Но. Не. Решаю. К действию. Это. Не. Приходит. Когда. Это. Приходит. К действию. Когда. Принятое. Решение. Когда. Принятое. Решение. Есть. Уже. О чем. Говорить. Но. Судья. Всего. Лишь. Выражает. Своих. Мнений. Покамис. Поэтому. Когда. Мы. Говорим. Тормут. Говорит. О состоянии. Бейнуны. Там. Нет. Владения. Там. Есть. Судья. Элла. Га. Ецер. Га. Ецер. Га. Кто. Такое. Га. Я. Напоминаю. Вам. В чем. Разница. Между. Животная. Душа. Ецер. Ецер. Вот. Слово. Ецер. У него есть два восприятия, два объяснения в святом языке. Первый из слова ЦУА. Образ. Второй. Ецер из слова Эмоция. Животная душа это какая она? Она животная. Ецер. У него есть определенный образ поведения. Образ поведения. Животная душа у всех нас есть. У нас всех есть. А какое у нас поведение благодаря этого животная душа? У меня есть определенный ецер, определенный штамп, определенный составляющий, как он выглядит, как он выражает себя. Я больше это хочу, я больше это хочу, и это хочу, и таких привычки, и других привычки. У другой человек другие. Второй эмоционально составляющий. На чем он давит больше, на чем он давит меньше. Это кто-то любит покушать, другой любит поспать, третий любит гулять. По-разному. Вот, ецерара, это как будто бы уже выражение наружи. Как ведет себе и животная душа. Поэтому мы говорим тут о ецерара. Ецерара, иной рак, альдерахмошон, кмошоеведведаю. Ецерара, то есть выражение, эмоциональная часть выражения животная душа, не больше, чем судья. Он выражает свое мнение, в суд. Пафал Пикер, и несмотря, что он выражает свое мнение, я хочу что-то. Ёхай, лий, ёйсшалай, псакалохай, кахламайзо. Полно вероятно, что как выражается этого суда, не будет так принятый решение. Мипней, ше еш, ой, чефэ, дай, янахай, лекулав. Поскольку, что есть еще одна судья, божественная душа, с ее яцер, то есть хороший, хороший яцер. И теперь надо определить между них. Вот, выражение божественная душа одна, выражение животная душа другая. Теперь надо принять решение. А как принимать тогда закон? То есть, есть два судья. Каждый выражает своих мнения, и почему принимается решение в благо одного из них. Есть третий, который определяет между них. И действительно, надо принимать решение между них. Какая, какая церория. Ой, мердайте, бихола на смоле. Как это идиот, вон, наше жизни. Яцер, ара, адживутная душа. Он, висказава, и цвея, иом, пажелания. Вон, лево, лево, истарана серца. Ум, ма, лев, ой, ла, ламоях, ла, хар, ар, бой. Ацерца, ибо пажелания, паднимаеца, кразум. Продевит своих, своих аргументов. Ум, ма, яд. Как только поступает, вот это в сигнал, от животной душа. Ацер, изъя церара, сразу, хой лек олова, шефет ашени. Продевит, 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 же бажест воноя душа. Друга емнене. Шеуа, нефеша, лекис, ше, бамоях. Там, в разум, в мазгу. Продевит, сразу, спротевлене, же бажест воноя душа. Ана, продевит, цвеих минене. Ха, миспажет, бихол, ле-мониша, балев. И он, а, своего выражения в разум, сразу спускает сигнал в сердце, что я тоже и хочу это. Не только думаю, а так хочу. Мокремишка на яйцер тоев, где находится яйцер тоев, который принадлежит бажест воноя душа. Вот это яйцер, который я объяснил. Желание и образ, добро, который есть у бажест воноя душа, он находится в сердце. Ва, лохо, ну так, как принимает решение. Кадив, рамахи. Ктрите, который принимает решение мишду них. А кто принимает решение? Вот здесь, говорит, рэбэ, очень удивительный бэш. Он, кто определит мишду них. Хакадош баруху, хооизрой лэйцер тоев. Фсэвишней, который помогает бажест воноя душа, и ёо, яцер. Яцер тоев. Хороший яцер. Кэмээмэр азал. Кэксказана ау мудрецов. Илмалэя акадош баруху, хоизрой. Эйна, йо хоя лэллой. Йесли фсэвишней, нипаможет ему. Кэксказана ау мудрецов, хоизрой, 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 хоизрой. Ли ёйсилло, ёйсроин, бэшлиту, алсих лусоксил, въяйцероро, кэйсраноэр, мэнахоя шахкана. Кэкда фсэвишней асвишаець, мэнашоць, ад словас свет, добавляет ёйо мош, свет, у прасветлает бажест воноя душа, и она настолько прасветлоная, что она отталкивает желание. Животная душа, как свет, убегает от тьму. Как тьма, уходит от свет. У кого-то есть вопрос? Если можно вопрос. Если Всевышний помогает всегда, Божественная душа, то как у нас побеждает животное всегда? Хорошо. Есть ещё вопрос? Есть очень главный вопрос. Я потом объясню того, что... Ну, как же Божественная душа и Животная душа являются частью... Ну, как бы Всевышнего, скажем так. И он же тут же рассуждал. Ну, судит между ними. Играет за одну из команд. Посмотрите. Главный вопрос, который есть тут. Главный вопрос, который есть тут. Секундочку. Мы же говорили, что во время молитвы Животная душа у Бейнунии подавлена. Потому что у него проявляется любви ко Всевышнему. Тогда не надо помощь Всевышнему? Нет, не надо. Мы говорили ещё, мы говорили ещё, что разум владеет и он сильнее чувства. Почему? там не надо помощь Всевышнему? Это в натуру. То есть, с рождения так. Всевышний так заложил у разума, что он будет контролировать чувства. Так не надо помощь Всевышнему. А здесь говорят, что без помощи Всевышнему ничего не получается. Как это так? Противоречие. Ну да. Получается, что никак. То есть, у нас есть три составляющие. Мы говорили об этом в прошлый урок. Я напоминаю этого вопроса. Мы говорили, обсуждали это в прошлый урок. Есть тут у Бейнуни, мы встречали до сих пор три разных причина, почему он может противостоять Божественная душа, животная душа. Первый мы говорили, что во время молитвы, когда у него есть любви ко Всевышнему, то животная душа вообще замкнутая и она не вылезет из его сердца. Не проявляется вообще. И слово вообще. Второй мы говорили, что разум по рождению, по натуре, так человек по рождению сильнее, чем желание. Он контролирует желание. И третий мы встречаем здесь очень сильно причина, почему Бейнуни все-таки не нарушает закон Тору, не прослушивает ецарара, плохой ецар и животная душа, потому что Всевышний помогает. Как это так? Как-то три не совсем без состяковки вроде бы. И отсюда мы переходим к вашему вопросу. оба ваши вопросы практически одинаковые. Угрешен это не вопрос. Кому помогает Всевышний? Божественная душа. Кому помогает Всевышнему о победе Божественной души? Тому, кто хочет, кто стремится к этому. Тому, который заслужил это. Бейнуни это человек, который настолько принял решение не согрешить, что у него это исключено. У него это исключено. Поэтому в минуты его слабость, и тут заложен ответ, в минуты его слабость и у него остаток от молитвы уже нет. И силу в разум тоже нет. Потом объясним, как это происходит. тогда Всевышний говорит, секундочку, в мой очередь, я дам тебе помощь. Грешный не заслужил это. Просто не заслужил это. Ты хочешь повышать Всевышний делай шаг вперед. Ты хочешь, чтобы просто Всевышний решить твои проблемы. Это нет. Всевышний не должен решать твои проблемы. У Бейнони такое состояние, что он никогда, но он находится в таком положении сейчас, что без Божественной помощи вот на этого ситуации он не может, тогда Всевышний подключается, помогает ему. И как помогает? Он усилывает его Божественную душу. То есть мы говорим здесь на этого абзац в нашей главе о Бейнони которой осадок чувства от молитвы уже прошло. Он находится в состоянии молитвы. У него нет любви ко Всевышнему. И разум не способен сейчас на 7 минуты контролировать своих эмоций. И тогда говорит Ребе Всевышний подключается и помогает ему. И об этом говорит Вавилонский Тальмуд в трактат проход. Есть они находятся, то есть они это животная душа и ее яцерара. Он выражает себе у Бейнони как судья. О грешный как он выражает себе. Не как судья, а как хозяин. Он у себя дома. Он уже не спрашивает, он говорит как надо. У Бейнони нет. Он только выражает своих пожеланий. Ему говорит нет, пожелания, пожелания не хотим. Спасибо. И тут Всевышний помогает. И поэтому Ребе продолжает про этого Сор Бейнони, где у него есть такое положение, что его животная душа выражает своих пожелания. Он в таком состоянии. Ах махар шаара ша бихол ласмоли бабейнони у биток пекет у лдосой и поскольку что зла зла это что? Животная душа. У Бейнони он сильнее как врождение как это выглядит сильнее как врождение что он грешит как это сильнее как врождение как можно такое выражение сказать о Бейнони что его животная душа сильнее как врождение ответ очень простой сильнее как врождение у Бейнони не у нас что что за что за состояние животная душа с рождением какая какая состояние животная душа у человека с рождением подчиненная она слабенькая ребенок вышел из матка матери что какой у него сильная животная душа конечно сильная он кричит дай меня выдышать а потом кричит дай меня покушать а потом кричит что ему мешает в туалет что-то нужно что-то делать да все что у него есть вот это у Бейнуни так же как в рождении ничего не сдвинулось то есть другими словами так же как у ребенок при рождении свое я есть есть у него есть своих желаний это свое я да он не развивался отсюда он не развивался отсюда это большое достижение но не уменьшился не уменьшился это тоже у праведник нет уже такой у Бейнуни не уменьшился свое я есть он чувствует ее поэтому и он продъявляет желание получить наслаждение этого мира какое наслаждение как в рождении покушать поспать походить в туалет и этого пожелания не уменьшились напротив Божественная душа Божественная душа не взяла вверх теперь его желания не перевратились быть Божественной нет они остались такие же и это не изменилось тогда что изменилось только что он не решил помещение для спешить оборогов его пожелания нет силу достучать к трюх одеяния один из них даже просить того что он хочет почему это так поскольку что всевышний ему помогает усиловать его Божественная душа что не будет вникать в ее одеяния животная душа и поэтому называют его как грешный как грешный где мы называли его как грешный как написано у мудрецов трактат авот который мы читали с самого начала первой главы В Ниду, в трактат Нида, что там написано? Что человек, когда рождается, берет божественную душу и дает клатву. Божественную душу и душу дает клатву. Какая клатва она дает? Быть праведником и не быть грешным и второй часть этого клатвы. И даже весь мир скажет тебе, что ты праведник, считай себе, что ты как грешный. Не считай, что ты грешный, а как грешный. То есть считай себе, что ты бенуни. Объясню. Он же не может тебя обманывать. Мы же сразу задали там вопросы в первой главе. Что это абсурд. Человек не должен считать, что он грешный. Если человек будет считать, что он грешный, у него будет перепад в своем настроении. И если не будет перепад в своем настроении, что он такой грешный, то он будет легкомысленным. Ну, я грешный, так грешный. Говорит Треба, нет, это не вопрос. Он бенуни. Он похож на грешный. Почему похож? Его животная душа такая же сильна, как врождение. И он может попасть в неприятности. Может. Почему не попадает в неприятности? Все вишна помогает ему. Поэтому ты подумай, что ты бенуни. Почему так важно? Потому что если человек все-таки разрешит себе и думать, что он праведник, он может расслабиться. Может расслабиться. Может себе говорить. Я не могу грешить. Я нахожусь в прекрасном состоянии. Я не грешу уже 30-40 лет. И не буду я грешить. Почему? Моя животная душа подавленная и неощутимая. И я это знаю. Я ее не слышал. Не слышал, не видел. Поэтому говорит он, я праведник. Говорит ему Мишну, не, 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 не. Не делай это. Будь на чеку. Себе объясни, что ты неправедник. Что ты бенуни. И поэтому твоя животная душа просто в спящий режим. Почему она в спящий режим? Всевышний это помогает. Не потому, что ты сильный. Не потому, что ты праведник. Не потому, что ты менял ее. Не менял ее. Ты, бенуни. И Всевышний тебе помогает ее подавлять. Потому, что ты так и подумаешь себе. Это касается бенуни. Средний. Это касается всем. Поэтому кладба дана каждого из еврейских душ, когда она спускается к этому миру. В том числе совершенный правильник. Да. Да. Но это же неправильно. Он себя принижает и он себя так будет вести. Может быть, и как-то повлияет на его уровень. Совершенного правильника. Он же не может быть применением по предберению даже. Что он будет делать не так? Я не знаю. Может быть, и... Давай подумаем. Вот мы встречаем сейчас в Тору мужа. Если мужа считал, что он не совершенный праведник, а бенуни. Какие проблемы у него появились? Никаких проблем. То есть пророчество он получает, потому что Всевышний дает ему. Он что, отказывается от этого? Нет. Принимать Тору он принимает. Почему? У него такие способности. Он это понимает. Он просто считает, что я не могу быть самоуверенной по отношению с моим поведением, потому что, может быть, моя животная душа в таком же состоянии. Она просто спящая. Почему спящая? Потому что Всевышний ее усыпил. Но не потому, что Танна такая. Вот поэтому говорит ему, говорит Мишну, любого еврея, и совершенно праведника, не расслабься. Скажи, что тебе имя. Ничего страшного. А вот если Бэйна не скажет, будет считать, что он правильный? Ну, это будет катастрофа. Это будет катастрофа. Это реально будет катастрофа. Он на себя не недооценивает в таком случае совершенной празднике? Можно недооценить лучше, чем перед этим. Ну, может быть, лучше. Говорит так, говорит, вам не грозит эта катастрофа. Это теоретическое положение, которое мы сейчас разбираем, у меня вызывает вопрос. Я понимаю, что... Я объясню. Представляй себе сейчас, что мы получаем новую группу в каком-то спецназе. где надо или попростей жизни. Вот тренер получает группу спортсменов. Сильный спортсмен. Один из них очень одаренный. Этих одаренный всегда выходит от них какой-то чемпион мира. какой-то Кличко. И, допустим, во время тренерства Кличко понял, что он сильнее с рождения. Бесомненно, этот человек сильнее в рождении, чем большинство его ровесников. Это не вопрос, да? Что он все равно сильнее. и перестанет так стараться в тренерстве. А другой не такой сильный, но он будет себе сильно подготовиться. Это физическая жизнь. Мы понимаем, что результат может быть неоднозначный. И мы видели таких ситуаций у спортсменов. Да, конечно. У Кличко, у многих спортсменов так получается. Когда они слишком переоценивали себя, и когда дошли к финишу, они не дошли к финишу. Просто переломались. А в духовной жизни это многократно намного сильнее когда ты самый уверенный в себе своих способностей с рождения. Бессомненно, это данные. Но ты начнешь себе переоценить или расслабиться. Всего лишь расслабиться. Есть такое очень сильное выражение прошлого Барчиска Рябера Раяц. Он говорит, что если совершенно праведник в читании Шма перед сном читает ее не так сильно, как от него ожидается, поскольку он уверен, что завтра Машиах придет. Тогда не надо стараться. Он перевращается автоматично в совершенно грешный. Представляете? В совершенно грешный. тебя надо переусиловать как будто вот сегодня надо. Не завтра, сегодня. То есть это состояние, которое нельзя расслабиться. Нельзя. Поэтому так в таком положении. и днем. Велой Роша Мамеш, говорит не надо ему подумать этого еврея, что он совершенно реально грешный. Он же знает, что не грешит. Он должен себе считать как длинный. Велой ле ле мин ле ой лом ша им рим ша раш бой нис бател легабе хат ойв. И ниви рет мир ак рожаю шей кат рим утверждают што твой зла у ничтожан или шол под дабро шезу мадрег ас цадик кат рим ле цадик он должен себе представить кабута ма хуса и ацмус шел ра самой жевот наедуша буток пе бгвуросы бхол ласмоли китол досы он той сил и той мош который он есть свой лев ая старани в серцах он невиходит из серцах правда невиходит невмазгу невразум ма никанеш на нивиди стивя но тем немене влево асталене он такой сильный как враждане влекол аф бхол ах немену ме умо он никак не у ништо жем ва дарабе нисхазе кио иссер бе мшэ хазмал шен ништамо ешбой харбе бах лу бешсио бешар айноне айлом азе более того и это выражение касается всем нам более того животная душа становится каждый день сильнее чем врождение поскольку что она ежедневно эксплуатирована когда ребенок вышел а что у него сильнее чувство свое я этого свое я требует дышать покушать попить и так далее но они еще это не делал а мы уже там несколько десятки тысяч раз покушали десятки тысяч раз спали десятки тысяч раз пыли водой или другими мы укрепили ее в каком план это как тренировка привыкли так тяжело избавиться то есть даже человек который никогда не грешит ее его животная душа усиловала свою позицию по инерции жизни если божественная душа должна что-то делать для того чтобы усиловаться одевать филин еще один день молиться еще один день учить то еще один день животная душа ничего не должна делать она просто должна ровно дышать и покушать она уже усиловала свою позицию есть еще вопросы я не продолжаю потому что это уже второй абзац внутри нашей главе который требует определенное внимание